Всем здарова, танкеры! Наконец-то день третий того, что я максимально быстро буду скипать мистики, которые достаю прямо с этого розыгрыша. Пишите комментарии, кому еще в последнее время выпадало что из этих мистиков. А я вам желаю приятного просмотра, всего наилучшего и, конечно же, возьмите печенюшечку, кофеечек, чаечек. Я бы взял, знаете что? Я бы сделал зелененький такой чаек, добавил бы мяты и жасмина, да. Вообще вкуснятина. Ну ладно, ребят, мне выпало вроде бы неплохо тогда. Свободку собираем на Новый год? Нет-нет, ребят, собираем на август, потому что там будет тоже предновогоднее событие. То есть, как на Новый год, так и там будет. Будет очень здорово. Совсем скоро, опять-таки, обновляю информацию, потому что многие не знают. 4 июня будет подписка на СТРВ-81, который можно продать будет за 3750 золота на каждом аккаунте. И это очень круто. Это значит, что у меня на каждых 300 с плюсом аккаунтах будет этот танчик. Но надо потрудиться каждый день заходить по 300 раз. Короче, ребят, пишите комментарии, как вы думаете. Нормальная идея такая вот. Все четненько будет. Зато, зато ждите где-то 3 июня, я так думаю, что будет какой-то розыгрыш, который будет очень крутым. Не просто розыгрыш, а огромный сюрприз, либо мистики. Ой, мистики. Ну вы поняли. Огромный сюрприз, либо розыгрыш бомбический. Так, ну а возможно еще на днях будет розыгрыш. Возможно прям сегодня. Да кто его знает вообще, ребят? Все, давайте просто ценим то, что мы имеем на данный момент. Скипать мистики максимально быстро. Так, золотишко немножко. Хорошо. Тут понимаете, есть разница скипать на основе и скипать не на основе. Я тогда потратил голодишку, ребят. У меня оказалось не 67 тысяч. Ой-ой-ой-ой, сертификат выбил. А в нем 127 б просто прелесть. Ну мы его продаем в целях открытия контейнеров, ребят. Наша цель выбить 100 тысяч золота. Так вот. Я на основе реально потратил золота. И у меня там 62 тысячи с плюсом где-то золота или 61 тысяча. Понимаете, это прилично и реально не хочу больше так тратить. Но если будет розыгрыш бомбический, я надеюсь, что я куплюсь и все будет нормально. Так, ладно. Ребят, еще один мистики скипанул. Прикольно. А в нем химера, который можно тоже продать за 3750 золота. Вот прям до последнего сливаем золото в этот розыгрыш. Хотя оно того дальше не стоит, мне кажется. Но да, ребят. Ну, что сделано, то сделано. Погнали. Так, золотишко немножко, серебро и все. Да, ради этого это реально не стоило. Но оно стоит, знаете, для чего? Оно стоит для шанса, который, возможно, нам предоставит выбить 100 тысяч золота. К чему мы и стремимся. Так что, надеемся, нам повезет. Вот и все. Так, пока что по КД просто выбиваем мистики. Ребят, пишите комментарии. Вообще, как вы думаете, будет ли крутое лето или не будет крутое лето? Вот, Блиц. Хотя, реально уже многие знают из вас, какая халява нас ждет. И то, это только не все. Это только чуть-чуть рассказали нам. А что будет вообще? Мне кажется, будет очень много розыгрышей, которые будут люто крутые. И будет что-то крутое. Крутое и еще раз крутое. Потому что это праздник. День рождения, вот, Блиц. Вот и все. Ну что ж, пока что еще разок. Посливаем голдишечку. У нас реально много голды. Я люблю сливать голду, ребят. Просто люблю открывать контейнеры, там все дела. Правильно испытывать шансы, как оно выбивается правильно. В общем, это все испытывать. Или как это назвать? Ну, в общем, на практике проверять. Вот. Да, люблю. И собирать, кстати, мистики первого и второго уровня. То есть, первого, да. Первого открывать, второго собирать. Ребят, у нас уже есть один сертификат. Это очень круто. Очень-очень-очень. Так. Один сертификат всего лишь скипанул. А с него Шкода Т-45. Ну, танчик прикольный. Помню, на основе вроде бы мастер на нем взял. Мне понравилось, кстати. Но единственное, что в нем такое очень интересное, это когда против него играешь, можешь на Су-52 ваншотнуть в боеукладку с одной стычки. И это очень круто. Ну, ничего, друзья. И к ней мы скоро в боеукладочках подойдем. Ребят, просто буквально с первого прокрута я выбил два мистика второго уровня. Ну, разве это не круто? Это обалденно круто. Так что, бывает, и везет. Фух. Так, ладненько. Пишите, пожалуйста, плюсы. Очень-очень лютейше много плюсов в комментариях, чтобы я знал, нужно ли мне в ближайшее время уже снимать видосик о том, как я открываю мистики второго уровня. Чисто все, на всех аккаунтах. Как думаете, друзья? Я могу сделать прям... Да прям сегодня, если вы прям люто будете плюсики ставить. Потому что это очень классная штуковина, которую я хочу сделать, но, ребят, сертификат один есть уже. Сертификат, да? Очень неплохо. Прям аккаунт скипали. И СРВ-74А2. Ммм, вот это обмен, ребята. Ладно, ничего страшного. Давайте еще поскипаем немножко. Так, два мистика выпала. Легендарная награда. Это свободка. Ну, ладно, погнали дальше. О, тут левчик даже есть. Прикольно. Так, что же у нас выпадет сейчас? По КД просто будем, ребятки, рассказывать вам историю. Так, давайте я вам симпровизирую одну историю. Короче. Сначала досмотрите видео до конца, потому что я там загадаю загадочку, и вы, возможно, танчик не разгадаете, которую я загадаю. Ну, а история будет начинаться с того... Так, давайте из жизни что-то интересненькое, чтобы вам было прям хорошо. Ммм... Какую же историю я могу сделать? У меня столько, знаете, прям вся жизнь перед глазами проходит. Я такой, что же такое вспомнить интересненькое, что я еще даже не рассказывал. Вот, тут даже ключик есть, прикольно. Золотишко потихоньку упадает. Фух. Так, 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 так. В общем, нехорошо, ребят, в школах драться, потому что были моменты, когда меня подкрикали. Я из-за этого курточку измазал, понимаете? Нет, не хочу. Поэтому, только та курточка была желтая вообще, ребят, она такая, знаете, красивая была, а когда ты в траве там покувыркаешься, надо было снять. Короче, было все очень некрасиво. Вот так вот. Одноклассники мне потом белизну используют, чтобы это все убрать. Желтая курточка, белизна, да? Ребят, просто молодцы, гений. А, ладно, это все не важно. Поехали дальше. Фух. На этом история закончилась. Что-то у меня импровизация сегодня не рулит, ребят. Сегодня пасмурная погода. В общем, все такое. Ну, вы поняли. И хочется подарить вам настроение, даже когда у меня самого его почти нету, что ли. Но как у меня может не быть настроение, если я позитив танкист? Мне нужно быть с настроением стопудово всегда. Поэтому, я выбил мистик второго уровня. Ну, все, ребят. Оно подходит к концу. Я обязан сделать для вас видосик с мистиками второго уровня. Но если вы не напишите плюсиков куча, я их не сделаю. А пока что сертификат выбиваем. Неплохо. Так, хорошо. Еще сертификатик, пожалуйста. Один. 1500 золота, ребят. Неплохо так скипанул. Да, сертификат. Замечательно. Два танчика. Каких же будут они? Так, Skoda 45 опять. И горгулья. Просто. Жестко, друзья. Это будет жестко. Конечно же, я его продал за 250 золота. Мне голода не хватило. Ну, мы идем на следующий твин камер. Камуфляж очень красиво. С такой графикой, ребят, светится. Так что, кто играет на телефонах с минимальной графикой, я вам сочувствую. Потому что, даже вам иногда FPS не хватает, чтобы просто поиграть. Нормально, не говоря уже о том, чтобы затащить катку. О, еще сертификат. Красота. Ну, что ж. Ммм, Ацентайл. Какая же прелесть. Что-то мне уже Ацентайл, ребят, падал в этом видосике. Но ничего страшного, погнали дальше. Или не в этом видосике. Я что-то уже запутался. А, мне из СТРВ-74А2 выпало. Все. Я что-то уже в облаках летаю, там кисты. Так, ладненько. Друзья, могу вас обрадовать тем, что с 1 июня, вот как только июня первая начнется, я уже буду думать о том, как выложить поскорее видосик про новые, совершенно новейшие баги в Вод Блиц и Тенс Блиц. Ну, я думаю, что Вод Блиц, ребят, Тенс Блиц, карта одинаковая, поэтому баги там и там будут работать. Я выбрал Мистик с одного. Мистика. А там Рам 2. Уху. Просто красота. Так вот, ждите, ребят, пожалуйста. Я очень люблю, когда вы ждете. Когда вы ждете. И действительно, вот только видосик вышел, нужный, который вы ждали. И просто, бац, за секунду там просто нереально много лайков. Там 20 с плюсом лайков за секунду, за 5 секунд. И просто оно все растет, растет, растет. И активчик лютейший подрывается. И видос начинается рекомендоваться от слова совсем. И так можно добиться, ребят, большого успеха. И к Новому году можно собирать уже 100 тысяч подписчиков. Но нам нужно трудиться, друзья, вместе. Потому что вот такие вот правила. Кстати, заходите в комментарии, чтобы забрать себе удачу на любтейшие открытия. Да, читайте там тот комментарий закрепленный. Там заберете удачу. Ух ты, ребят, сертификат. Хорошо. Как думаете, что за танк выпадет? А ну-ка. О, пудели, ребята. Продаем за 1500 золота. За 1750. То есть. Так, хорошо. У нас есть еще шансы выбить что-то годное. Пока местики убиваем. Хорошо. Ребят, знаете, почему я каждый раз вам показываю открытие ну, вот этих вот прокруты с мистиков, с рулетки самой? Я показываю это только потому, что очень интересно, с какой последовательностью мне выпадет контейнер. И вдруг сейчас сертификат с первого прокрута. И все. И вы даже этого бы не увидели, но как-то неинтересно, друзья. А так реально, ну, очень прикольно. Тем более я скипаю там, так нормально. Смотрите. У меня свободочка капает потихонечку. Примаккаунт, свободочка, золотишко. Это все, что нам нужно. Вот мы выпить 500 тысяч свободки еще разок. Что-то я не пиваю вообще сегодня. Короче, ребят, я вам желаю доброе утро, доброй ночи, кто чем занимается, доброго дня. Чтобы у вас сегодня было лучшее настроение, не отчаивайтесь. Всегда будьте сильными, ребят, внутри. Понимаете? Не где-то там снаружи, а внутри. Просто будьте этим вот таким вот лучиком света, который будет сиять в этом мире. Вот и все. Так, а у нас пока что, что бы кто ни сказал, кто бы как вас не обидел, ребят, просто не обращайте на это внимания. Просто приловчитесь не обращать на это внимания. Абсолютно. Как будто это вообще ничего не значит для вас. Тогда вам будет намного лучше, легче. И, конечно же, вы не будете из-за пустяков просто тратить свои силы, нервы и вообще кому это надо? Фух. А пока что мы дальше сгибаем в мистики. Ну что ж. Ммм, неплохо, но хочется большего. Чтобы достичь большего, ребятки, иногда нужно ценить меньшее. Так что давайте ценить меньшее, и просто будет вам большее. Так что, скептер у нас есть, это круто. Едем на следующий аккаунт. На следующем аккаунте у нас тут потихонечку выпадает все по основу контейнеру, и что такого нового нету. О, два контейнера выпало, неплохо. Учитывая, сколько у нас голды, мы сейчас вообще много что заберем. Так, ну, не слишком много забрали, ну ладно. Тоже хорошо. 10 плюсов мистиками, ребят. Сертификат, отлично, свободка. Ой-ой-ой, 5 тысяч или 3 тысячи золота. Я что-то не успел увидеть. Красота, ребят, наскипался. Так, а тут объект 97. просто невероятно. Вот это я понимаю. Фух. Так, как вы думаете, что же нас ждет? Я думаю, будет что-то крутое. Например, розыгрыш бомбический 3 июня. Я просто так думаю, друзья. На самом деле, я просто так думаю. Я, я вообще просто, понимаете, в такую погоду я люто зеваю. Так что, давайте открывать дальше. Пока что выпадает у нас золотишечка. Хорошо. Я просто пока это открываю, чтобы вам было ясней. Что же может выпасть? Вообще. Ладно, в общем, тут у нас что есть, ребят? Ага. Смотрите, давайте откроем собери все, потому что нам дадут талисман. То есть, у нас есть талисманы, чтобы купить еще мистики. Ой, собери все и открыть. Матильда, да ладно? Я, я который тысячу золота хочу взять. Вот, тысячу золота, замечательно. Фух. Ладно, друзья. В общем, видео подходит к концу. Сделаем еще одно открытие на аккаунте. Я загадаю танчик. Это танк, который я загадаю восьмого. Нет, ребят, ошибочка. Седьмого уровня. У него КД достаточно ДПМное. У него 200 с плюсом среднего урона. У него броня во лбу. Очень хорошая даже, но НЛД спокойно прошивается. И можно голдой даже в щечки башни пробить. На этом танке можно фармить серебро, можно фармить мастеров, если наловщица. Ух ты, сертификат, 1500 золота, красота. Еще сертификата. Ух, ИС-2 Берлин, прикольно, который станет коллекционным тоже. Я думаю, что он где-то в сентябре выйдет или раньше это обновление с новыми коллекционками. А пока что, друзья, давайте дорасскажу танк, который я загадываю. В общем, танк еще имеет легендарный камуфляж. И там какой-то флаг на нем есть, часть флага. Ну, что-то типа того. Ух ты, ИС-5 ТС, имба. Так, какую же подсказочку вам еще дать? Он такой, более подвижный, да, где-то средняя скорость у него езды. Ну, в принципе, друзья, в принципе, могу еще сказать, что в бортах у него находится боевкладочка. Все, я все, что мог, я сказал. И пашники, конечно. Ладно, друзья, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно же, если вам понравился видосик, лайки ставьте. Так, а мы по КД просто по КД выпиваем танки. Вот и все. Всего вам наилучшего. Ждите новые видосы. Пакера. Юху.